МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Четвертый НПЗ в Казахстане пока строиться не будет. По словам министра энергетики, новые мощности для внутреннего рынка не будут нужны. В этом году на субсидирование общественно значимых маршрутов в Уральске выделили 169 миллионов тенге. Это почти в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. Акимат Уральска отказался от проведения новогоднего корпоратива. На сэкономленные средства чиновники решили поздравить нуждающихся детей. Новости столицы. Четвертый нефтеперерабатывающий завод пока строиться не будет. Об этом заявил министр энергетики Канат Бузумбаев на брифинге в Астане. По его словам, новые мощности для внутреннего рынка не будут нужны. При этом, как сообщил глава Минэнерго, экспорт нефти составил 71 миллион тонн, а объем переработки нефти всего лишь 16 миллионов тонн. Получается, страна, добывая рекордное количество нефти в 90 миллионов тонн нефти, перерабатывает всего лишь треть. К вопросу нового НПЗ возвращались неоднократно. Однако всегда находились предлоги для отказа. Любопытно, что еще в апреле 2009 года Китай предложил Казахстану вложить средства для строительства. Астана тогда отказалась. В качестве мотива приводилось то, что реконструкция существующих заводов обойдется дешевле, чем реализация проекта с нуля. Соответственно, 3,5 миллиарда долларов против 6. При этом понять колебания энергетиков отчасти можно. В Казахстане на самом деле нет тех объемов сырой нефти, которые нужны для загрузки 4 НПЗ. И даже с началом полноценного функционирования Кашагана их не стало. 4 НПЗ пока строится не будет. Точка. Почему? Потому что Казмогаз заказал и привлек две мировые компании под руководством рабочей группы, Минэнерго, где возглавляла. И нам доложилось, и мы руководству страны и правительству тоже уже доложились о том, что если благодаря проведенной модернизации у нас есть хороший лак до 26-27 года точно, но если мы газифицируем то, что сейчас я сказал, коммунальный транспорт и другие виды транспорта, то это даст еще раз нам экономию где-то от 400 до 500 тысяч тонн по дизельному топливу, то это где-то до 30-го года, но новые мощности для внутреннего рынка не будут нужны. По мнению экспертов, нефтяные компании не побегут поставлять нефть на местные НПЗ. Им это будет обходиться гораздо дороже, чем экспортировать ее. Перед тем, как строить 4 НПЗ, Минэнерго необходимо решить главный вопрос. Как создать привлекательные условия для компаний, которые будут заниматься поставкой нефти внутри страны? Здесь важно отметить, что уровень переработки нефти на казахстанских НПЗ составляет всего лишь 30%, но новый завод уже подорожал. Если раньше можно было построить его за 6 миллиардов, то сегодня придется потратить все 10. Все зависит от темпов роста экономики страны. И мы будем жестко мониторить с учетом определенного уровня потребления. Как только 10,5 миллионов тонн основные нефтепродукты будет потребление, тогда нужно будет принимать решение о строительстве нефтеперабатывающего завода, понимая, что не менее 5 лет на это нужно будет. Что имеем на сегодняшний день? Бесконечные отговорки чиновников, оправдывающие затянувшуюся эксплуатацию остатков советской промышленности. С той же бесконечной реконструкцией, оплачиваемой кредитами, которые нужно возвращать с процентами, говорят эксперты. Бауржан Шахмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Спикер Мажелис Анигматуллин раскритиковал работу Минэкономики. Дело в том, что в Казахстане рассматривается возможность создания центров по маркированию товаров. Такая норма содержится в проекте закона по вопросам развития бизнес-среды. Но Минэкономики предлагает поручить маркировку товаров неким посредникам. Спикер Мажелис Анигматуллин предложил убрать эту цепочку. На что министр Сулейменов сразу согласился. Но это снова не понравилось спикеру. Переобувайтесь на ходу, отметил он. В Казахстане сейчас маркируют шубы. Дело в том, что как только новая продукция получает признание на рынке, любая компания-производитель сталкивается с целым комплексом проблем. Кто-то незаконно начинает выпускать товар с такой же торговой маркой. По экспортным оценкам, годовые потери производителей программного обеспечения в мире составляют около 12 миллиардов долларов. До сих пор не удалось найти и эффективного решения проблемы подделки медикаментов. В Аргентине за несколько лет доходы подпольных фармацевтов стали сравнимы с прибылями наркобаронов. Поэтому в Казахстане хотят маркировать товары. Но Минэкономики почему-то придумал для этого посредников. Ну неужели, коллеги, вам не очевидно, что это лишнее промежуточное звено? Мы с вами создаем посредника. Вернее, вы предлагаете создать посредника. И Тимур Муратович, вы сейчас говорите, это будут частные компании. Он будет просто собирать деньги с предпринимателей. Обязательно этот вопрос внимательно изучим. В принципе, исходя из той предлагаемой инфраструктуры, то есть когда есть самостоятельная, когда есть единый оператор, лишних посредников мы, конечно, устраним. Вот как вы быстро, быстро. Вообще иногда складывается такое впечатление, что когда вы готовите у себя в правительстве законопроекты, вы, извините, коллеги, вы глубоко не погружаетесь в него. И только после того, как в парламент примет ваш законопроект в работу, когда депутаты вам аргументированно указывают на необходимость внесения тех или иных поправок, вы, что называется, переобуваетесь на ходу и меняете свою позицию, знаете, словно гонщики Формулы-1, которые вот на ходу меняют шины своих болидов. Выигрыши от маркировки остается и потребитель, говорят эксперты. Он покупает товар, который, по крайней мере, обладает хоть каким-то качеством, а не является кустарной подделкой. И еще не надо бегать в поисках ответчика. Система маркировки четко прослеживает весь путь продукции от границы до покупателя. Отпадет и вечная проблема. Я потерял чек. Как доказать, что куплено именно здесь? Сканер метки сразу покажет, кто тут прав, а кто пытается обмануть. Однако выше всего доля подделок в сегментах парфюмерной продукции, электроники и часов. А Казахстан экспортирует в основном сырье. К сожалению, статистика экспорта показывает, что Казахстан в настоящее время не предусматривает экспорт тех основных товарных групп, которые маркируются и планируются маркировать в других государствах-членах. В связи с чем, в ближайшем будущем нашим производителям потребительских товаров не угрожает введение обязательной маркировки. Так как для этого необходимо хотя бы стать экспортером этих товаров. Маркировка позволит, по мнению инициаторов и лоббистов системы, вывести из тени значительную часть бизнеса. Марочный товар дороже, но безопаснее. Но кто будет платить за всю эту радость? Чем обернется для бизнеса и покупателей антиконтрафактная маркировка товаров? Раскошелиться придется не только государству, но также производителям, продавцам и дистрибьюторам. И в конечном счете заплатит за все его величество потребитель, уверены экономисты. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Новости региона. В Западно-Казахстанской области школьник скончался после урока физкультуры. Об этом сообщили в управлении здравоохранения. Экстренный вызов поступил из средней школы пригородного поселка Асан. Как отметили в учебном заведении, 10-летний мальчик приезжал учиться в школу из поселка Мичурино, который находится неподалеку. Подросток почувствовал себя плохо в спортивном зале, где проходил урок физкультуры. 25 декабря 17.52 со средней школы в поселке Асан Леоновского района поступил вызов на пульсистанцию скорой помощи о том, что ребенку 2008 года рождения стало плохо на уроке физкультуры. В этом году на субсидирование общественно значимых маршрутов в Уральске выделили 169 миллионов тенге. Это почти в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. Но пассажироперевозчики говорят, что этого недостаточно. Все деньги у них ушли на оформление документов, которые были необходимы, чтобы пустить на линию новые автобусы. В этом году Маслихат утвердил перечень социально значимых маршрутов общественного транспорта. В него вошли все городские маршруты. Убытки пассажироперевозчиков должны покрываться за счет бюджета. И в законе эти нормы прописаны. На субсидированные социально значимые маршруты городского бюджета выделено порядка 169 миллионов тенге. По сравнению с прошлым годом, в прошлом году мы выделяли сумму в 38 миллионов тенге. Вот эта сумма, которую мы выделили, распределили по всем перевозчикам. Наши все перевозчики, сейчас перевозчики, сегодняшние получили положенные субсидии. Что касается уходящего года, у нас в текущем году, в уходящем году мы обновили транспорт автобусный. 35 новых автобусов приобрели, то есть внедрили электронное бюллетирование на четырех маршрутах. Сейчас у нас ведет активно, граждане наши пользуются. На сегодняшний день более 50 тысяч транзакций по данным карточкам произведено. Порядка 50 миллионов из этих денег получили в ТО «Уралтехсервис». Правда, взамен предприятию пришлось закупить 15 новых автобусов «Вектор» российского производства. Сумма кредита – около 350 миллионов тенге. Но это еще не все. Нам пришлось по их доставке оплатить НДС по импорту 31 миллион за эту технику. И в этом году ввели в Республику Казахстан такое понятие, как утилизационный сбор. За ранее. Еще там порядка 2 миллиона за каждую машину. 18 миллионов – утилизационный сбор за эти 15 единиц. То есть те субсидии, которые мы получили с бюджета на покрытие вроде убытков, ну, это малая часть из положенной суммы. Мы просто пустили эти деньги на оформление тех автобусов, чтобы их запустить в работу. К тому же загруженность маршрута в Уральске разная. Из-за этого возникают сложности. Особенно после изменения привычных схем движения. Идет, по сути, битва за пассажиров. Потому что для нашего города слишком много маршрутов, слишком много пассажирского автотранспорта. И, естественно, каждый водитель автобуса хочет заработать. И происходят таким образом гонки, как вы говорите. Вот. И зачастую происходят аварии. Ввиду этого перекрытия путепровода на наши маршруты передвинулись другие. Увеличилось многократно дублировано другим маршрутам. В частности, взять 35-й маршрут. Сейчас ходил по своему направлению по улице Карбышева. Наш 13-й работал, как и работал, по Шолохово и Свердлово. Сейчас полностью 35-й на этом направлении. Начиная от остановки Жигули по Булхайрхану, по Кутяковой бывшей. Полностью идет по этим улицам и полностью дублирует. Стоит отметить, что в 2019 году пассажироперевозчики планируют приобрести более 100 новых автобусов. Роман Копняев, Айбулат Жигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области стартовал караван «Милосердие». Вереницы автомобилей представители Ассамблей народа Казахстана, общественных объединений. Отправились поздравлять западно-казахстанские семьи с Новым годом. Стартовал караван от Дома дружбы Ассамблей народа Казахстана. Участники каравана «Милосердие» отправились поздравить уральцев полным составом. Подарки к Новому году получат 70 семей. Посетят нуждающиеся семьи. Сегодня мы отправляли караван «Милосердие». Это по линии совет, который определен малым имущим. Подводя итоги, можем сказать, что Ассамблея в целом работала в положительном плане. Социологический опрос показывает 98% западно-казахстанцев. Считай, мы единый народ Казахстана. Это тоже большой показатель. Члены Ассамблеи проводят мероприятия в течение всего года. Подводя итоги, наградили лучших. Сегодня представители Ассамблеи и дети, и взрослые участвуют в самых масштабных общественных мероприятиях. За проделанную работу они награждены медалями и благодарственными письмами от имени Акима области. В Теректинском районе отметили 110-летие знаменитого писателя Хамзы Есенжанова. На торжественное мероприятие собрались все его поклонники и почитатели творчества. Гости возложили цветы к памятнику Есенжанова и посетили музей, в котором хранятся личные вещи писателя. Вся подробности в сюжете. У знаменитого и всеми любимого писателя Хамзы Есенжанова была непростая судьба. Родился он в 1908 году на территории нынешнего Теректинского района. Воспитывал будущего писателя дядя, так как родителей Хамза Есенжанов потерял еще будучи ребенком. Тяжелая судьба не обошла писателя. В 1938 году он был репрессирован и приговорен к 25 годам лагерей и ссылок. В 1957 году Хамза Есенжанов выпустил свой главный труд – первую книгу романа-трилогии «Акжаик». Мы отмечаем 110 лет со дня рождения Хамзы Есенжанова. Все мероприятия, которые мы проводили в течение года, были посвящены ему. Мы не случайно решили подвести итоги здесь, на Челкарием, потому что писатель тут родился. Благодаря его роману-трилогии «Акжаик» этот район знает вся республика. Мы помним и ценим наших писателей. Здесь же, в Теректинском районе, при школе был открыт музей, в котором хранятся личные вещи писателя. Имя Хамза Есенжанова этой школе присвоили в 1975 году. Сейчас у нас в музее хранятся книги писателя, вещи, которыми он пользовался. Есть книги, которые были написаны не им, а про него. Собрать все экспонаты нам помогли его сын и сноха. С Астаны они отправили его шапку, пальто, рабочий стол и фотографии. Хамза Есенжанов был поистине выдающейся личностью. В Уральске в его честь названа одна из улиц, библиотека и сквер. Там же установлен бюст писателя. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Акимат Уральска отказался от проведения новогоднего корпоратива. На сэкономленные средства чиновники решили поздравить нуждающихся детей. Одни из принявших поздравления – это ребята общественного фонда «Байтирек». На новогодний утренник к ним пришел заместитель Акима города. Новый год приходит в каждый дом. Празднику рады абсолютно все дети, без исключения. Ребята общественного фонда «Байтирек» независимо от своих способностей нарядились в костюмы сказочных героев, подготовили танцы и даже выучили стихи и песни. Так весело они встретили Деда Мороза, Снегурочку и представителей уральского городского Акимата. От имени Акима города Уральска, Мука Мурат Рахметовича, а также от себя лично хочу поздравить вас всех с волшебным праздником, праздником Нового года. В этом году сотрудники Акимата города решили не проводить новогодний корпоратив. Таким образом мы решили помочь детям из многопетных, а также малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями, а также детям военных. Нашим деткам в наступающем году хотелось бы пожелать здоровья, хорошего настроения, успеха в учебе, а также мирного неба над головой. В общественном фонде сегодня воспитывается 75 детей. На отдых реабилитации ежедневно трудятся педагоги и родители. Дети могут и петь, и танцевать. Некоторые из них уже посещают обычную общеобразовательную школу. Специалисты отмечают, что подобные мероприятия дают ребятам стимул к дальнейшему развитию. В других мероприятиях у нас совместно с другими школами. Наши особенно дети будут вместе с ними танцевать, хороводы со здоровыми детьми, с обычными общеобразовательными школами. Вот тогда они будут более себя комфортно чувствовать. Еще эти дети, несмотря ни на что, любят жизнь и с нецерпением ждут наступления праздника. Ведь в новом году для них может произойти настоящее чудо, в которое они так сильно верят. Марина Горбук, Хиробла Маншина, Рустам Жумашев, ТДК-42. До нового года остались считанные дни. Это самое время для праздничных скидок. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет о большой новогодней распродаже. Только четыре дня с 28 по 31 декабря жители и гости города смогут приобрести товар по самым выгодным ценам. Только четыре дня 28, 29, 30 и 31 декабря магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет для своих покупателей грандиозную распродажу. По самым низким ценам жители и гости города смогут приобрести большой ряд товаров. Водонагреватели, обогреватели, холодильники и холодильные камеры, многофункциональные стиральные машины, газовые плиты. Кроме того, покупатель ждет огромный выбор мобильных телефонов и айфонов, ноутбуки и аксессуары к ним, телевизоры разных диагоналей и моделей. Скидки действуют и на мелкогабаритную бытовую технику. Пылесосы, утюги, предметы для кухни, микроволновые печи, мясорубки, чайники, мультиварки. Уважаемые жители и гости города, сеть магазинов «Мечта» поздравляет вас с наступающим Новым годом. Мы бескрайне рады, что могли быть полезными вам на протяжении уходящего года. И в честь нового 2019 года мы объявляем четыре дня небывалой выгодной распродажи. С 28 по 31 декабря не упустите свой шанс совершить выгодные покупки. Пусть и этот год принесет вам много счастья, улыбок, тепла и света. Приходите, мы будем рады вас видеть. Не упустите шанс сделать выгодную покупку. Суперцены порадуют вас четыре дня – 28, 29, 30 и 31 декабря. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Улица Курмагаза, 69, в районе Центрального рынка и Сарамадатова, 10, дробь 1. Экстренные службы распространили штормовое предупреждение. Уже сегодня была закрыта трасса Уральск-Таскала, граница Российской Федерации из-за сильной метели. Кроме этого, 27 декабря ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. А с вами была информационная служба новостей телеканала ТДК-42. Мы всегда рядом. Генеральный партнер информационных новостей – компания БПК Авто. Компания БПК Авто предлагает уникальную программу по обмену вашего автомобиля на новый. Трейд-ин – это удобно. Оценка вашего автомобиля производится бесплатно. На обмен принимаются любые автомобили, независимо от года выпуска, марки и модели. При обмене вы получите скидку на новый автомобиль до полутора миллиона тенге. Скидка зависит от выбранной марки и модели. Подробности по телефону 2200. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87 напротив горвоенкомата. Телефон 2694-42. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87 напротив горвоенкомата. Телефон 2694-42.